В ауле Хабес открыли мемориальную доску кандидату технических наук доценту Рауфу Галимовичу Борсову. Также переименовали улицу Лермонтова имени Рауфа Борсова. О жизни и судьбе ученого в материале Заремы Кардановой. Еще с имени Пифагора до Лобачевского простирается огромное временное пространство. Его заполняли величайшие математические умы мира. Прежде чем дойти до профессоров в МВТУ имени Баумана, Рауф Борсов сначала закончил обычную сельскую школу в Хабезе. Своими способностями он начал отличаться уже со стен родной школы. Это было сердце нашей семьи. Он был невероятно надежным человеком. Начиная с самого раннего детства, с того момента, как он учился в среднеобщебнообразовательной школе у Хабеза, он уже выделялся тогда. Он был носителем знамени школьного. А мы знаем, что школьное знамя несет самый лучший ученик. Я встречал очень много талантливых людей. Все, что он делал, ни на кого не похоже. И поведением он ни на кого не похож, и знанием ни на кого не похож. В любом техническом вузе во главу угла стоит царица наук-математика. Будущий ученый-человек неординарного ума Рауф Борсов еще в студенческие годы привлекал к себе внимание преподавателей училища имени Баумана, куда он с легкостью поступил после блестящего окончания Хабезской школы. Учился на факультете производства летательных аппаратов. Он настолько поражал неординарностью своего мышления своих педагогов, что его называли хабезским самородком. Когда он ярко защитил свою кандидатскую диссертацию, его приглашали на работу на Байконур. Но папа предпочел вернуться на малую родину. Большое видится на расстоянии. Мне посчастливилось в течение 20 лет и, может, даже больше поработать вместе с ним. В лице Рауфа Галимовича мне посчастливилось встретиться с человеком, который обладал высочайшим профессионализмом. Был примером, ну знаете, горского поведения мужчины, которому хотелось, так сказать, следовать его стилю поведения. Учился и учил во многих вузах, преподавал и в Нальске в университете. И здесь, после того, как он закончил Бауманку, у него направление было военное. Он занимался прочностью и расчетом ракет. Это секретные темы, о которых мы сейчас можно и говорить. Рауф Галимович был бы и доктором, и академиком, и все эти регалии ему принадлежали бы, если бы он не вернулся в Чаркесск. Когда человек хочет участвовать в большой жизни, он наполняет голову математикой, и она в дальнейшем оказывает большую помощь в работе. Вот и Рауфу Галимовичу пригодились блестящие знания в точных науках, которые он приобрел во время учебы. И этим гордится весь его род. Он заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, член Национального комитета Российской Академии наук, почетный работник высшего образования Российской Федерации. И все это осталось в истории. Наш старший брат прожил замечательную, красивую жизнь. И он является примером для того, чтобы наша подрастающая молодежь могла взять пример, смотря на его деяния, на его заслуги. Мы рады, что среди Борсовых и среди жителей Аула Хабес есть такие замечательные люди, которые представляют и науку, и нашу жизнь, и наш аул. Кроме многочисленных научных трудов, Рауф Галимович оставил достойное наследие в лице детей и внуков. Один из внуков, Адам Каиров, закончив школу с золотой медалью, в эти дни подал документы в МФТИ. Он научил нас правильно расставлять приоритеты. Главным Рауф Галимович всегда считал о получении знаний, поэтому всегда строго следил за учебным процессом. Мы старались его радовать своими успехами. Средний Алим также закончил девятый класс с отличием. Талант внуков напоминает дедушку не только по точным наукам. Рауф Галимович был еще большим любителем шахмат, также защитил мастера спорта по тяжелой атлетике. В семье сейчас подрастает будущий рихтер, отличник, третиклассник Адир Каиров, уже победитель многих фортепианных конкурсов. Так продолжается жизнь Рауфа Галимовича в его наследниках. Почетное право открытия мемориальной доски сегодня было предоставлено отличнику здравоохранения России Мухаммеду Борсову, кандидату технических наук Альберту Кедокоеву и дочери Фатиме Борсовой. Здесь же раздали жителям улицы таблички с новым именем в честь выдающегося ученого Рауфа Борсова. Зарима Карданова, Мухаммеда Шубока, Весик, Арчава Черкесия, Хабес.